Вертикальные леса в Милане Вертикальные леса в Милане Вертикальные леса в Милане Особенность проекта в том, что на террасах размещены зеленые насаждения. Тут около 900 деревьев, 5000 кустарников и 11000 травяных дорожек. Идея высадить деревья прямо на балконах квартир проектировщиков привела необходимость экономии свободного пространства в центре города. Деревья создают в зданиях уникальный микроклимат, защищают помещение от пыли, контролируют уровень влажности и производят кислород. Летом они укрывают жилища от палящего солнца, а зимой, наоборот, пропускают в квартиры достаточное количество света. Вот так балконы небоскребов выглядят летом. По своей экологической ценности небоскребы эквивалентны гектару леса. Общая площадь зеленых насаждений в вертикальном лесу составляет 40 тысяч квадратных метров. Небоскребы обеспечивают экологичным жильем не только людей, но также птиц и насекомых, по большей части бабочек. В этом проекте используется больше тысячи видов растений. Деревья и кусты растут в капках, которые закреплены тросами на террасах. Большое внимание при выборе растений уделяли безопасности. Чтобы деревья не вырвала сильными порывами ветра, все саженцы прошли тестирование в аэродинамической трубе. Помимо силы ветра были рассчитаны такие показатели, как совместимость растений, угол их роста, освещенность. Также была продумала специальная система полива. Для этой цели сгодилась вода, использованная жителями квартир, но предварительно отфильтрованная. Растения, высаженные на небоскребах, отбирались и выращивались специально для этой цели. Исследование их пригодности проводилось в течение трех лет. Городские службы следят за состоянием деревьев и пересаживают их в случае надобности. Авторы проекта утверждают, что стоимость всех деревьев и кустарников, а также систем, необходимых для их комфортной жизни, увеличили общие затраты на строительство зданий всего на 5%. В небоскребах располагаются квартиры разных площадей, а также большое количество офисных и коммерческих помещений. Квартира площадью 80 квадратных метров на нижнем уровне на старте продаж стоила 560 тысяч евро. В то время как за 200-метровый пентхаус с собственным парком и видом на город была назначена цена в 1,7 миллиона евро. Из всех покупателей недвижимости в этих домах почти две трети составили иностранцы. Так выглядит двор. Вход в один из небоскребов. Холл. Эти здания признали лучшими небоскребами 2014 года. Проект получил премию интернационалы Грисия Уарт от музея архитектуры во Франкфурте. Председатель жюри Кристоф Ингенховен отметил, вертикальный лес является выражением потребности человека в контакте с природой. Это радикальная и смелая идея для городов завтрашнего дня. И, без сомнения, она представляет собой модель для развития густонаселенных городских районов, которую нужно применить в других европейских странах. Подписывайся на мой канал. Будет еще много интересного. Будь с нами. До встречи. Сын, спасибо. Ты заходи, если что.